Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 972, Экклесиаз 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, и хорошо ли оно, или худо. И дальше объявление, или, как сказать, сообщение. В нашей Барнаульской Крестово-Зрежинской общине в возрасте 42 лет умерла только что дробота Анастисия Валерьевна. Ну, остались четверо детей. Дата рождения. Муж глухонемой Андрей. Вот три ролика. Отпевание две и поминки. Спрашивают, дайте адрес, куда послать деньги, помочь, дети остались. Галина Загуляева говорит. Ее карта. Какой порядок? Сбербанк. Сбербанк. Рахиль. Мир вам, Игнатий Тихонович. Слыхали ли вы об отце Олеге Маленко? Что скажете? Смотрел я его ролик. Понравился. Я отвечаю. Выйдите. Найдите отца Амбросия Юрасова. Настоятеля женского монастыря в городе Иваново. Он его знает лично и досконально. Ну, а почему это так? Ну, я буду говорить. У меня мнение о нем есть. А что дальше-то? Он самый настоящий полновесный еретик. Он не в церкви. Сам образовал там свое общество. Иоанна Богослова. Что Анна Богослова не умер. Ну, то есть, бредня. Если это о нем говорил, то да. Так он в пещере остался, киевских. Там нарезал два мешка костей. Ну, все такое вот. Лучше всего знает он отец Амбросия. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, ни как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Так и здесь. 1 Иоанн 4.1. Возлюблены не всякому Духу, верьте, но испытывайте Духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. То есть, он никакую церковь не признает. Никого, нигде. Сам себя образовал и все. Ну, это обыкновенная ересь. Ее секты, как бы, подправославие еще. Вот так и пишет церковь Иоанна Богослова. Не Христова, нет. Ездор, да благословит вас Господь. Игнатий Тихонович, если что должен за проживание, скажите, чтобы мне не остаться должником. Только не сразу смогу рассчитаться. С частями, если можно. Спасибо вас, Христос, Володе, Сергею Павловичу и Виталику. Мир им во Христе Иисусе. И сейчас, как помню, как приехал к вам потеряю, Миш, дабы кто не восхитил венца твоего. Ну, и свое стихотворение, которое было написано 15 лет назад. Благословение Матери Отца, хотя и не гарантия успеха, но путешествие, маящее до конца, при встрече губы наполняет смехом. Но есть благословение, но есть благословение вопреки тому, что Иегова изрекает. Пересыхают разом родники, хотя жестикулируют епископы руками. Бог проклинает их благословение, Бог раздирает сшитое наружно. И в волчьи вой все храмовое пение В июле леденит крещенской стужей. Желание добра, сопутствующих средств Для достижения желаемого счастья. Благословение облегчит тяжкий крест, Что одному поделится на счастье. Незримые включаются микробы, И делится, и телится скотинка. Медяшки ржавые вдруг злата высшей пробы, Ораторствует вслух заика без запинки. И дождь с росой нисходит благодатно От гусеница саранчи спасаясь. Тучнее злак и вовремя зарплата Могущественным львом стал косоглазый заяц. Не дай нам Бог утери испытать И более всего благословение. Пожар, война и гость незваной тать. По сущим пустякам единства нет, а мнение. Проклятие матери внезапно разрушает Уже построенный дворец за основание. Вся сила, красота уходит и вершает, Не впрок гимнастика и лучшее питание. Благословляйте даже и врагов, Они особенно нуждаются в заботе. Ни звука вопреки библейских слов, Путь совершенства ангела во плоти. 36 строчек и 36 раз надо открыть Святую Библию. Вот такие стихи с таким указанием. Я никогда не встречал нигде в мировой поэзии. Сейчас гляжу, начинает точно так же кто-то делать. Мне Господь позволяет быть начатком в некоторых делах. А почему вы решили? Не знаю. Думаю, что надо показать. Люди не знают. Ну, допустим, смотрите. И дождь с тросой нисходит благодатно. Тут понятна притча. От гусеницы сорончей спасаясь. То есть спасаясь. Точнее, злак и вовремя зарплата. Могущий всем львом стал косоглазый заяц. Незримые включаются микробы. И делятся. И телится скотинка. То есть отрывается от утробы мази. И делится скотинка. Медяшки ржавые вдруг злато высшие пробы. Оратор стоит слух заикой без запинки. Вот эти слова приходится еще и пояснять. Но благословен Господь, который дает это понимать. Я не поэт, повторяю. Наши ресурсы. Мой мир показываю. Мне очень нравится эта система. Ни с какими одноклассниками ВКонтакте, там Фейсбуком даже сравнивать не хочу. Настолько она хорошая. Была, даже и остается сейчас. Это наш православный форум. Ну и видеоканал. Наш. Вот перестали выставлять, что у меня события дня. То есть выставляется, а у меня не показывается. Какие-то глюки говорят. Ну а может быть и правда. Вот проповедь, говорю. Показать. Сегодня что у меня поставил? 10. 11, 12 роликов поставил. Много, конечно. Ну, богатство такое у нас. И вот православный библейский сайт. Очень богатый. 14, 124 ответа. Около 50 книг, аудиофильм о нас. Все здесь есть. И на этом все на сегодня. Спасибо.